Приветствую вас! Вы знаете, я, если честно, не очень понял, в чём именно вам нужна помощь. То есть, по факту, что я увидел? Я увидел недостаток уважения к себе. Я увидел недостаток уважения к себе. Я увидел поиск в мужчине, ну как бы того, что вам нужно. Да, то есть, уважение. То есть, вам важно именно уважение к мужчине. То есть, вы искали того, кто будет вас уважать. То есть, тут прослеживается направленность не на, собственно, мужчину, да, как такового, а на себя. Скорее. То есть, вам, мужчина, нужен, чтобы он вас уважал. Почему вам нужно, чтобы мужчина вас уважал? Это уже отдельная история. То есть, есть вот у вас какая-то, такая, знаете, незавершённость, что ли, ну, духовная, духовная незавершённость. Вот. Чувствуют. Чувствуют, по крайней мере, это. Вот. То есть, зачем-то вам нужно уважение для чего-то. Дальше, вы говорите, что, значит, вы встретились с мужчиной, у вас всё было хорошо, вы смирились с его недостатками, потом что-то пошло не так. Что именно пошло не так. Опять же. Совершенно. Непонятно. Ну, ну, по крайней мере, на мой, на мой взгляд. Вот. То есть, абсолютно непонятно, что именно пошло не так. Вот. То есть, такое ощущение, что вы верите в сглаз. Что для человека с высшим образованием, да, несколько странно. Вот. Второе, что я вижу, это непереносимость себя самой. То есть, вы говорите, что одиночество вас губит, оно вас напрягает и так далее. Вот. Ну, тут тоже, тут тоже нужно обязательно поисследовать, а почему вы стяготитесь с собой, к примеру. По какой причине это происходит. Вот. Дальше. Значит. Вы склонны не придавать значения своим чувствам. Боитесь близости, боитесь сближения. Это, в свою очередь, позволяет нам говорить о отсутствии личных границ. Вау. На мой взгляд, идёт излишняя фиксация, излишнее акцентирование на браке. Почему-то. То есть, вот. Для чего-то вам нужен брак. Собственно говоря. Ну вот. По какой-то причине вас это волнует. По какой-то причине вам нужен, собственно, брак. Вот. Правда, зачем вам нужен брак, это уже, я бы сказал, отдельный вопрос. Зачем вам нужен брак, то есть, почему вы нуждаетесь в браке. Вот. Ну, я полагаю, что можно, в принципе, поисследовать и это. То есть, зачем, для чего вам, собственно говоря, семья. Почему вы, как бы, в ней, вот, в семье нуждаетесь в своей. Дальше. Вопреки общественному мнению, несмотря на кучу поклонников, я искал человека, который будет меня уважать. Ну, вот здесь, в принципе, в принципе, чувствуется своеволе, да. Чувствуется своеволе. То есть, чувствуется, что вы готовы идти вопреки. Ну, вот. Цель и полагание у вас хромает. То есть, вы говорите, ну, да, вот, что. Хотите, чтобы человек вас уважал. А за что вас уважают? А вы себя уважаете? Само. Я, конечно, извиняюсь, но, на мой взгляд, вы себя не уважаете, раз вы не можете быть наедине с собой, во-первых. И, во-вторых, если вы считаете, если вы считаете, что, ну, вот, воспринимаете, да, наличие у вас квартиры собственной, как препятствия для того, чтобы, там, к примеру, выстраивать отношения. Вот. То есть, на мой взгляд, это, вот, явное неуважение к себе. Понимаете, да, о чем идет речь? Я очень хочу, чтобы вы этот момент для себя уловили. Я очень хочу, чтобы вы этот момент для себя уяснили. Дальше. Раз за разом наступал награблен. Здесь имеет место быть уже определенный поведенческий сценарий. Да? То есть, есть какое-то ваше желание, есть какая-то ваша, к примеру, потребность. Вот. То есть, я хочу, там, допустим, уважение к себе. Так? Вот. И раз за разом стремясь к этому уважению, я наступаю награблен. Вот. Случайно ли это? На мой взгляд, конечно же, нет. На мой взгляд, это не случайно. Вот. Поэтому, нужно определиться здесь с тем, еще раз, чего вы хотите. Нужно определиться здесь еще раз с тем, что вам нужно для себя. И самостоятельно брать ответственность за потребность в уважении. Сначала все хорошо, красиво, я бы не сказал, что у меня, что просто было меня охурить, но некоторым удавалось. Понимаете? То есть, вот любовь, отношение вы воспринимаете как некоторую борьбу. У меня к вам только один вопрос. А мужчин вы воспринимаете в этом смысле как? Как партнеров в этой борьбе или как? То есть, вот. Согласитесь. Тут вот есть даже какое-то обесценивание все-таки происходит. Последний гражданский брак в Одессе случайно, он мне не нравился, а в итоге получилась любовь. Нет, Татьяна, я, если честно, думаю, что никак это не любовь. Я думаю, что это скорее была потребность. Вот. Что-то мне так кажется, вот почему-то мне так кажется, что это была скорее, знаете, именно вот потребность это была. Скорее. То есть, это было скорее, знаете, как влечение. Вот. Почему-то мне больше, больше кажется, кажется именно так. Вот. Потому что, получилась любовь, да, ну то есть, как она сама собой-то получилась. Вот. Да и вы говорите, что, собственно, с недостатками вы человека смирились. Вот. Это тоже такой довольно важный момент. То есть, вы недостатки, ну вы недостатки в человеке-то видели. Вот. Вы видели в нем недостатки. Вот. Но мирились с этим. Вот. Обрат только в том, для чего. Вот. Очень похоже на то, что в полной, в полной, в полной несознанке вы находились в данном аспекте и в данном случае. Потому что, ну вот, только так можно объяснить, значит, тот факт, что ваши отношения как-то сами с собой начались и сами с собой завершились. Так. Так. Это, опять же, вопрос скорее больше именно к вам. Я не верил, что бывают такие люди похожие, тем более мужчины и женщины, они априори разные. Я полагаю, что здесь кроется один из ваших коренных или ключевых, лучше сказать, заблуждений. Потому что мужчины и женщины, они разные только в том, что касается их гендера. Ну и гендерность, гендерность мужчин и гендерность женщин проявляется достаточно малое количество времени. Но, конечно же, по сравнению, по сравнению, к примеру, с тем, как проявляются все остальные черты, как проявляются все остальные, к примеру, ну к примеру, личностные аспекты. Вот. Понимаете? Какая история. Чрезмерное, чрезмерное, чрезмерное уделение внимания мужчине и женщине и тому, что они различаются, ведет к созданию лагерной психологии. То есть есть лагерь мужчин, есть лагерь женщин, есть группки мужские, есть группки женские. Такая позиция ведет к отчуждению и к восприятию мужчин как чему-то, чего-то вообще чуждому. К иллюзии о том, что к мужчине нужен какой-то подход. Ну, там, особый подход, к примеру. Вот. Понимаете? Хотя, в действительности, это ни разу не так. Правда. Потому что, поначалу, в начале отношений, мужчина и женщина практически одинаково. И это только не флиртует. Но флиртовать, как бы, категорически не рекомендуется. Ну, то есть участвовать во флиртах. Вот так, в таком. То есть данный миф нужно размышать. Нам было настолько комфортно и интересно, мы как брат и стра и любовники, в общем, нам никто не нужен был. Ну, опять же, я могу следить только о том, что вы пишете, да, но складывается такое ощущение, да, ощущение какой-то вот страсти, что ли, складывается ощущение какой-то идеализации с одной стороны и с другой стороны. Складывается ощущение, что вы, как будто, чересчур, чересчур много значения, значит, придаете, придавали, точнее, придавали значения. Чересчур много значения придавали мужчине, а он вам. То есть слишком много смысла было сосредоточено на нем для вас и на вас для него. Что, опять же, в общем-то, является неприемлемым и следствием определенного невроза, когда слишком, ну, слишком, слишком много, слишком много завязано на человеке. Вот. Поэтому здесь, опять же, вопрос к позиционированию себя и восприятию партнеров. Вот. Это очень важная история. Дальше. Значит, со всеми его минусами я смирилась. В том-то и дело, что для того, кто любит, минусов нет. Для этого нужно в себе перестать искать минусы. А я уверен, что в себе вы минусы видели и видите до сих пор. То есть, как бы, от этого вам никуда не деться. Это по сути, такая, знаете, это по сути, ображение такое. Вот. Понимаете? То есть, мне кажется, мне кажется, что здесь, конечно, лапки не любят, а что-то другое. Ну, моё такое мнение, по крайней мере, там, исходя из того, что я вот вижу. Дальше, дальше идём. Так, попробуем, что-то пошло не так. Может, с глаз, может, ещё что-то нет. Ну, Татьяна, вы серьёзно что-то говорите? Тут надо разбирать, что пошло не так. Один с ним года ещё не могли отпустить друг друга. И я и сейчас его вспоминаю, не спорю. Не скрою, очень тяжело было расставание, хотя я сама ушла. А почему ушли-то? Ну, вот серьёзно, почему ушли? Вы же, ну, не мазохист, чтобы самой себе, да, причинять страдания. Вы же не мазохист, чтобы мучиться, там, и так далее. Вот. То есть, ну, по какой причине вы ушли? Татьяна. Давайте всё-таки вот как-то разберёмся в этом. Потому что, ну, важная же история, важный же момент. Согласитесь. Дальше. Эм, так. Сейчас появился человек, раньше, сейчас появился человек. Раньше, 15 лет назад, когда он только пришёл с армии, у нас была компания, нам было 18-22, мы просто весь выпроводили время, да и советское воспитание. Дальше, поцелуй, у нас не дошло. Хорошо. Сердцем в 39 седу и чувств таких нет, как раньше. У кого нет чувств таких, как раньше? У вас или у него? Вам с ним вступать в отношения, пока вы не завершили те отношения, свои предыдущие, не рекомендуется никак. Потому что вы будете на него проецировать свои какие-то неудовлетворённости. Понимаете? Вот. Так что, по поводу ваших чувств. Не могу понять, я запутался. А чего именно вы не могли, не можете понять сейчас. В чём вы запутались? Конкретно. Вот. В чём противоречие, с чем конфликтует? Вы пишите, добилась всего высшее образование, квартира, а одна. Ну, во-первых, я бы не сказал, что высшее образование, работа и квартира, это всё, чего вы могли добиться. И по работе всегда можно добиться, к примеру, чего-то большего, например, более высшей должности, или, например, обладение, освоение новой какой-то профессии. Вот. Творческая деятельность ещё есть. То есть, тут мне кажется, вы несколько ограниченно смотрите на эту историю, естественно, мне кажется, вы ограниченно смотрите немного на ситуацию. Вот. Я вам рекомендую только лишь расширять свой кругозор. Вот. И, собственно, помнить, что в развитии человек не останавливаться, не должен останавливаться вообще никогда. Вот от слова вообще никогда. Дальше. Я, ну, одна. Я, ну, одна. И что? То есть, как бы, вас тяготит одиночество? Или, как? То есть, для чего вы добивались всего того, чего добивались? Такое ощущение, что добивались вы какой-то, знаете, такой, очень, ну, очень определённые цели, и не были нацелены вы на результат. Вот. Как, например, сейчас вы тоже, вероятно, на результат не очень нацелены. То есть, сам результат вас, по-видимому, не так, чтобы интересует именно сам результат сейчас, на данный момент. Вот. Вот. Возникает вопрос отсюда тогда. А чем вы, собственно говоря, занимаетесь? То есть, насколько вам, к примеру, нравится заниматься всем тем, чем вы занимаетесь? Для чего вы это делаете? Ради процесса, ради чего-то ещё. Вот. То есть, мне кажется, мне кажется, что, ну, вам нужно переориентировать свою деятельность. Родители не дают своей опекой помещательской, особенно мамой, меня отпустить, меня от родителями не понимать. Родина, вы меня извините, конечно, но для человека, который имеет высшее образование, вы пишете как-то совсем не походим. То есть, грамматика, у вас орфография, либо вы нервничаете очень сильно, волнуетесь, либо что-то ещё. Родители не дают своей опекой помещательской, особенно мамой, меня отпустить. Ну, то есть, здесь у вас идёт перенос ответственности, получается. Перенос ответственности на других людей, в частности, на своих родителей. Вот. Какая разница, что у вас родители опекают? Да. Вы взрослая, вы большая, вы делаете ведь то, что вы хотите, вы делаете то, что вам нужно. Какие чувства у вас вызывает родительская опека? Ведь делать всё в этом, делать всё именно в том, какие чувства вызывает опека. Понимаете, какая история? Если опека вызывает какие-то негативные переживания, к примеру. что отсюда у вас дискомфорт, но это дискомфорт ваш, а не родителей. И как бы предъявлять родителям, что вот они вас опекают и тем самым что-то вам не позволяют, это на самом деле просто перенос ответственности. Вот. Поэтому, посмотрите на то, почему вас так, к примеру, сильно задевает тот факт, что родители вас к примеру опека. То есть, почему вас это так сильно задевают? Какие это чувства у вас вызывают? Какие эмоции у вас это вызывает? Вот. Понимаете? То есть, это нужно исследовать. Это нужно исследовать. Это нужно досмотреть. На мой взгляд. На мой взгляд, конечно. Вот. А так получается, что родители виноваты, да, и всё. Дальше. У подруг семейная жизнь, а у меня с родителями непонимание. А должно быть понимание? Опять же, как вы воспринимаете это непонимание? Что оно вам, какие чувства вызывает? У подруг семейная жизнь есть одна, две подруги, с которыми мы иногда выйдем в театр, кафе. А вот личной жизни нет. А знаете ли вы, Татьяна, что такое личная жизнь? Знаете ли вы, что такое личность? Личность – это ведь не кто-то с кем-то. Личность – это ведь не в контакте кого-то. Ну, употребляется это слово. Личность – это ведь именно личность. Соответственно, личная жизнь – это жизнь личности. можно ли сказать в таком случае, что личная жизнь – это жизнь обязательно с, там, ну, к примеру, мужчинами? Нет, личная жизнь – это ваша собственная жизнь, которая зависит от того, чем вы занимаетесь. И у меня вопрос – чем вы занимаетесь, как вы реализуетесь? Вы говорите о театре, о кино, но это развлечения, а я говорю о личностном родстве, о любимом занятии вашем. Вот что, как бы, по-настоящему важно. То есть здесь, на мой взгляд, напрямую идёт искажение, искажение того, что подразумевать по личной жизни. Поэтому здесь я, опять же, спрашиваю вас, как у вас дела с вашей реализацией. Далее вы пишите, что вас угнетает одиночество и, в общем-то, в общем-то, это непринятие себя, да, это непереносимость себя. И, в общем-то, эту проблему вашу, внутри личностную, её не решают, что вы в себе отвергаете, что вы в себе отрицаете и почему. Значит, вроде у него есть чувство ко мне, а как у него есть чувство к вам, если вы пишите, что чувства не те. То есть вы пишите, что нет таких чувств, как раньше. То есть, ну, на самом деле, вот, как-то непонятно. Дальше я сама не могу разобраться, что мне нужно. Но для начала вам нужно избавиться от противоречий, которые у вас есть и проработать детско-родительские отношения. Потому что эти все противоречия, они вам только мешают. Вот. Понимаете? Какая стора. Поэтому вы не можете разобраться. Потому что, потому что то в одну, то в другую сторону. Когда появилось своё жильё, стало славненности спутника жизни. Чем? Может, я привыкла к одиночеству. Если бы вы привыкли к одиночеству, вас бы оно не тяготило. Вот. Татьяна. Вас бы не тяготило одиночество. Мы не привыкли к нему. Это вынужденное одиночество. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.